Какую устаревшую или выведенную из производства технику вы все еще используете и вполне ею довольны? Калькулятор. Знаете, тот, что с кнопками и экраном, на котором еще можно написать соси лох, перевернув его вверх ногами? По правде, стандартный инженерный калькулятор просто-напросто удобнее в использовании, чем встроенный в телефон инженерный калькулятор. Я до сих пор на каждое совещание беру с собой блокнот и ручку. Такая же фигня. Мой начальник, ему за 50, всегда ржет надо мной, но мне по кайфу, когда все есть на бумаге. В телефоне или планшете я обязательно что-нибудь удалю. Лол. Проводные наушники. Они дешевые, их не нужно заряжать, не нужно париться о том, что ты их потеряешь. Верните в телефоны разъем 3.5. Ага, рынок перенасыщен Bluetooth гарнитурами, и я попробовал несколько таких наушников. В каждой модели, что я использовал, что-то было не так. Либо они были неудобные, либо были периодические разрывы связи, либо плохой микрофон, либо плохое шумоподавление, либо всратая батарея. Недавно взял себе мобилу с 3.5-миллиметровым разъемом для наушников. Сразу же купил проводные наушники. И с ними у меня нет никаких проблем. Теперь я забочусь об этом телефоне, как о своем втором ребенке. А я все еще использую Adobe CS4. Нахер эти ежемесячные подписки на новый Adobe. Я до сих пор таскаю часы, которые показывают только время. Ну и дату. Ага, у меня есть офигенные недорогие аналоговые часы Casio с большим циферблатом. На работе я не могу носить смарт-часы, так что было бы бессмысленно их покупать. А здоровые кассы отлично выполняют свою задачу. Я уже 12 лет таскаю одни и те же часы G-Shock. Два раза поменял батарейку и один раз ремешок. Но все остальное работает отлично. Я нырял в них на глубину ниже той, что рекомендуют в инструкции. Их раздавливали, на них наступали. Я забывал их на горячей плите. Не снимал их во время многочисленных драк и т.д. И они все еще прекрасно работают. Моим же коллегам приходится довольно часто менять свои смарт-часы. Физические кнопки. Не все вокруг должно быть сенсорным, господи. Я думаю, что в тачках безопаснее использовать магнитолу с физическими кнопками, а не сенсорный экран. Типа мне проще нажать на реальную кнопку, чтобы переключить музыку, не отвлекаясь от дороги. Я не могу этого сделать, если у меня в машине стоит сенсор. Из-за него водителям чаще приходится отвлекаться от дороги. Нет ничего кайфовее, чем настраивать громкость с помощью крутилки. Я не хочу пялиться в экран, чтобы регулировать громкость. И мне неохота постоянно чистить заляпанный дисплей. По этой причине я не люблю Теслы. Когда экран не работает, ты уже не можешь ничего сделать. Какого фига? А еще в моем Nissan Versa 2010 года у меня есть AUX. Любой чел может поставить свое музло в моей тачке, и это охеренно. И у меня никогда не было проблем с Bluetooth-подключением. iPod Classic на 160 гигабайт. iPod просто очень хорошо сохранился. Являясь оффлайн-устройством, не считая тач, он по сей день является идеальным девайсом. Я езжу на Honda Accord, которой уже 25 лет, и она на механике. У меня 23-летний Accord с 4-цилиндровым двигателем. Взял его в апреле 2000 года прямо из салона. Эта гребаная тачила никак не сдохнет, при том, что я вообще никогда не делал с ней ничего, кроме базового технического обслуживания. Ее побило градом, краска потускнела, каждый день появляются новые поскрипывания, и все спрашивают, когда же я от нее избавлюсь. Но на данный момент мне просто слишком любопытно посмотреть, что же в конце концов ее убьет. А я до сих пор люблю играть на Nintendo GameCube. Мне никогда не надоест играть в Mario Party 7, Super Smash Melee и Animal Crossing. У меня есть сотни компакт-дисков, поэтому я по-прежнему использую CD-плеер и MP3-плеер. И, кстати говоря, у меня еще есть около 150 виниловых альбомов, которые я иногда слушаю. В 90-е годы у меня была большая коллекция компакт-дисков, и все они хранились в одной из тех специальных папок для дисков. Я до сих пор вожу ее с собой в машине, и каждый раз, когда я ее открываю, у меня начинается замечательное путешествие по моим воспоминаниям из прошлого. Помню, как-то раз друг моего сына спросил у меня, что это. Я смеясь и со слезами на глазах ответил, компакт-диск. А он в ответ такой, а что это? Самое крутое в том, что компакт-диски устаревают, это то, как дешево они сейчас стоят на ebay. Альбомы, которые я не мог позволить себе купить в момент релиза 10 лет назад, сейчас стоят всего пару баксов. Кроме того, есть свой кайф в том, чтобы достать буклет из CD-бокса и прочитать тексты песен. Благодарности и эксклюзивные заметки, вложенные туда группой. Spotify или Apple Music даже близко не может передать этого. У меня в лесу есть свой домик без каких-либо удобств. Там стоит небольшой ПК, который отвечает за запись сохранения изображений с камер наблюдения, а также регистрирует данные моих метеорологических датчиков. Все это надежным образом работает под управлением Windows XP. У нашей семьи есть старый охотничий домик. В нем стоит холодильник 50-х годов, который бесперебойно работает с тех пор, как его подарили моим бабушке и дедушке в качестве свадебного подарка. На тот момент он уже был поддержанным. Я до сих пор перекидываю mp3-файлы, скачанные из интернета на свой телефон. Я год пользовался Spotify Premium, но остался недоволен. Многие старые песни, которые мне нравятся, там недоступны. Но если вручную скачивать флаг mp3 и тп, то можно найти много необычного музла, а также ремиксов, бас-версий треков, каверов и тд. На прошлой неделе я заказал зарядное устройство для своей старенькой Nintendo DS Lite. Она вышла в 2006 году. И черт возьми, как же мне ее не хватало. Age of Empires, старые игры про покемонов, я просто в восторге. Физические носители в целом. DVD, CD, видеоигры, книги и так далее. Да, все это может захламить вам хату, но со стримингами существует другая проблема. В условиях пользования большинства цифровых сервисов указано, что они в любое время могут удалить любой контент, даже оплаченный, без возврата денег. По сути, вы платите за аренду музыки до тех пор, пока арендодатель не перестанет предоставлять вам эту услугу. Если же вы попробуете отобрать у кого-то контент на физических носителях, то в большинстве штатов это будет считаться уголовным преступлением. Что до меня, вы можете забрать у меня мой Blu-ray диск с букарабанзаем, только вырвав его из моих холодных мертвых пальцев. Ручка. При необходимости отлично справляется со своей задачей. Продай мне эту ручку. Мои Sega Genesis и PlayStation 2 Slim до сих пор отлично работают и приносят море удовольствия. У меня есть все приставки PlayStation, и если бы я оказался на острове только с одной консолью, то это была бы PS2. На ней так много крутых игр, которые превосходят все те, что у нас есть сегодня. Плюс эта консоль имеет офигенную совместимость с подавляющим большинством кайфовых игр PS1. DVD-диски. К сожалению, большинство современных компьютеров не имеют дисководов, поэтому единственным вариантом является внешний дисковод. Мои пленочные фотоаппараты. Можно даже упомянуть фотоаппараты в целом. В наше время большинство людей пользуются телефонами. Однако многие по-прежнему предпочитают пленку, и несмотря на рост стоимости пленки, пленочная фотография переживает свое возрождение. Механическая коробка передач. Лучшее противоугонное устройство. Для Европы это стандарт, и большинство людей здесь предпочитают именно механику. Некоторые вещи не нуждаются в смарт-управлении, если обычный вариант с кнопкой или ручкой и так работает отлично. Чем проще, тем лучше. Так меньше вероятности, что что-нибудь сломается. Возьмем, к примеру, кухонную технику. Кухонному крану не нужна функция голосовых команд. Моему аэрогрилю не нужно подключение к Wi-Fi, чтобы я мог управлять им через приложение. У меня есть ручная открывалка для консервов, а еще у меня есть газонокосилка без двигателя. Изменено, и я езжу на механике. У меня есть ручная открывалка для консервов. Честно говоря, я никогда не понимал смысла в электрической открывалке, за исключением тех случаев, когда у человека нет двух функционирующих рук. Я храню свои пароли в бумажном блокноте. Меня не впечатляет идея хранения паролей в каком-то облачном пространстве. Я изучаю кибербезопасность. Насколько я понимаю, это вполне стоящий вариант. Можно еще добавить к придуманному паролю несколько бессмысленных символов, чтобы сбить с толку тех, кто каким-то образом получит доступ к вашим паролям. К примеру, добавив 4 или 5 ложных символов, о чем будете знать только вы. А еще включайте двухфакторную аутентификацию, если это возможно. Я не доверяю онлайновым менеджерам паролей. Недавно LastPass в очередной раз взломали, и IT-отделу нашей компании пришлось униженно признать свою вину за то, что они требовали от нас, чтобы мы им пользовались. Я предпочитаю использовать mp3-плеер с проводными наушниками, а не слушать музыку через iTunes на телефоне. У меня было около пяти айфонов, и я ни разу не пользовался iTunes. По-моему, я даже не открывал это приложение. Хорошая чугунная сковорода по-прежнему лучше всего, что было изобретено после нее. Я по-прежнему скачиваю музыку. Я не верю, что на стриминговых платформах всегда есть то, что я хочу послушать. К тому же у меня в плейлисте есть какие-то очень малоизвестные вещи, которых нет у большинства. Ручка и бумага для заметок и составления списков, в календаре записные книжки, да и вообще книги. Я пробовал читать книги в цифровом формате и не понял, отчего все так тащатся. У меня есть пара старых маков почти 20-летней давности, которые я время от времени использую для того, чтобы поиграть в старые игры или написать на них что-нибудь. Кроме того, мне нравится внешний вид старого аппаратного и программного обеспечения. Он напоминает мне о более простых компьютерных временах, в которых я когда-то вырос. Для бритья я использую бритву с двойным лезвием, и я только что закончил полировать свои ботинки воском и жесткой щеткой. В обоих случаях это занимает немного больше времени, чем использование электробритвы или специальных карандашей для полировки обуви. Но мне нравится данный ритуал, и меня не парит, что я трачу на это чуть больше времени. Проводное подключение к интернету. Люблю я провода, а не надежные. Имхо проводное подключение явно не является чем-то устаревшим или несовременным. Оно превосходит все остальные варианты во всех отношениях, кроме мобильности. Проводная сеть это идеал. К беспроводной сети переходят только в том случае, если прокладка кабеля нецелесообразна в данной ситуации. PS Vita. Это просто офигенная консоль, в которую я даже сейчас обожаю играть в дороге. Я всегда считал, что Switch чуть крупнее, чем мне бы хотелось. Steam Deck слишком тяжелая. Но Vita идеально помещается в моей руке. А ее OLED-экран, это же просто топ. Принтеры, которые могут печатать без оплаты за подписку. Показывает в сторону HP. PSP. PSP была выпущена в такое удачное время, что многие не понимают, как было круто иметь портативное устройство, на котором можно было смотреть фильмы, слушать музыку и играть в игры. Приставку выпустили немного раньше, чем смартфоны внедрились в нашу обыденность, и все это воспринималось как должное. У нее был классный экран, хотя экран своей PSP-шки я жестко затер перед тем, как отправить ее на пенсию. Помимо возможности установки всяких фичей, что было очень легко сделать в те времена, на ней можно было запускать игры для PS1, а также множество самодельных программ-эмуляторов, которые прекрасно запускали старые консольные игры. Она была чем-то вроде оригинального Xbox, который можно было также с легкостью прокачивать разными приблудами. По сути, она была шикарным домашним медиаплеером, на котором можно было воспроизводить видеофайлы, и в то же время эмулятором. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео, напишите, какую устаревшую или выведенную из производства технику вы все еще используете и вполне ею довольны, и не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял, пока! Субтитры подогнал «Симон»!